Это программа День с толком, студия Анастасия Дороган. Приветствую всех, кто смотрит нас на телеканале и в Ютубе. Смотрите в этом выпуске. Вновь шлем спортсменам лучи поддержки онлайн. Четвертая волна коронавируса вмешалась и в ход соревнований. Вода не подходит даже для стирки. Что еще нужно сделать жителям Сибирской долины, чтобы пить чистую воду из-под крана? Улететь от проблем, какие страны сейчас принимают российских туристов и по каким правилам? 32 человека в крае сегодня скончались из-за коронавируса. И это очередной страшный рекорд пандемии. Напомним, из-за резкого скачка зараженных в крае вели QR-коды на посещение мест массового скопления людей. И пока без них попасть в торговые центры невозможно. В общественном транспорте края по-прежнему многие ездят без масок. А это, по сути, единственная мера защиты, кроме вакцины, конечно. Проверить наличие масок сегодня решила целая комиссия из представителей мэрии, полиции, Роспотребнадзора. Цена этой улыбки от 15 до 40 тысяч рублей. Забывчивость водителя полиция запротоколировала, как штраф за несоблюдение масочного режима. Дом Союзов и стал камнем преткновения, где остановили 7 автобусов. Без масок оштрафовали двоих, оба были водители. Но в списке нарушителей могли оказаться и пассажиры. Сегодня проходит совместный рейд по выявлению линейных работников, которые откажутся выполнять предписание Роспотребнадзора по соблюдению масочного режима. Также это касается и пассажиров. К пассажирам, судя по всему, отнеслись нисходительно. Хотя юристы говорят, что маску обязаны носить каждый и во всех общественных местах. Остановка тоже является таковой. Так или иначе, проверки продолжаются. И их обещают усилить. Со слов администрации, их проводят три раза в неделю. Каждый раз по итогу порядка 15 новых протоколов административного характера. Поэтому еще раз напомним, что сегодня забывчивость стоит дорого. От 15 до 40 тысяч рублей. Анастасия Наборщикова, Вадим Быстревский. День с толком. День с толком. Однако тренироваться как спортсменам, так и простым любителям фитнеса разрешено. Для них с 15 ноября вводится QR-код при входе в зал. При наличии медотвода покажите соответствующую медицинскую справку и отрицательный ПЦР-тест. К детям до 18 лет эти ограничения по тренировкам не относятся. Поставить вакцину от COVID-19 в Барнауле обещают с минимальными потерями. Это касается времени ожидания. Минздрав теперь будет проводить мониторинг приема пациентов на мобильных прививочных пунктах. Это сделано специально для тех, кто хочет привиться без записи и, что называется, прямо сейчас. Сегодня в Барнауле таких пунктов три. Все они находятся в торговых центрах. Весна – праздничный геомаркет. Мониторинг заключается в том, чтобы каждый в режиме онлайн на сайте Минздрава региона мог узнать, сколько сейчас людей в очереди на вакцинацию. Для этого на площадках работают студенты Алтайского медколледжа. Раз в час они обновляют информацию. Их задача – посчитать людей и определить время ожидания. Также они ведут общий подсчет вакцинированных. Так, например, в три часа дня в геомаркете в очереди стояло 53 человека. Каждому пришлось ожидать вакцинацию около часа. К тому времени там было привито около 300 человек. Порог превышен, и это сейчас не о ковиде. За текущую неделю почти 33 тысячи жителей края заболели ОРВИ. Среди них и взрослые, и дети от 7 до 14 лет. Однако случаи заболевания гриппом в крае пока не зарегистрированы, сообщает Роспотребнадзор региона. На конец октября из ОРВИ на карантин полностью закрыли один детский сад и шесть школ края. Частично 250 школьных классов и 186 групп детских садов. Специалисты надеются, что каникулы, которые начались 30 октября, позволят снизить заболеваемость. Качеством воды в барнаульском поселке Сибирская долина заинтересовался следком. На днях жители вышли с плакатами на так называемый митинг и обратили внимание на проблему, о которой заговорили еще пару лет назад. Актуальности она не потеряла. Июнь 2020. Жители Сибирской долины перекрывают Змеиногорский тракт. Причина – вода в трубах появляется лишь под вечер, причем ее качество оставляет желать лучшего. Иными словами, пить такую воду просто невозможно. Тогда наша съемочная группа несколько раз выезжала в поселок. Общалась и с владельцами водозабора, и с чиновниками мэрии. Итог – напор воды улучшился, но качества нет. Превышение железа и марканца и состояние свойств воды превышает норму допустимую. Водой невозможно пользоваться. Она ваяет, она имеет желтый цвет. Она вложит все имущество, сантехнику, стиральную машину, посудомоечные машины. Именно поэтому жителям приходится использовать частные дополнительные фильтры очистки. Но и они выходят из строя уже через неделю, не справляясь с нагрузкой. Это вот следы от воды? Это вот уже она царапает. Тут тоже желтый оттенок, можете наблюдать. Имеется. Это питьевая вода, которая якобы соответствует санпину, которая якобы является чистой. Причем владелец скважины установил тариф на воду, как на питьевую. Теперь жителям поселка приходится ежемесячно платить за нее около тысячи рублей, при этом не имея возможности использовать по назначению. Еще одна проблема, по словам жильцов – переход коммуникации статуса коммерческого партнерства в частную собственность Вячеслава Гаврилова. На момент строительства водопровода и скважины каждый житель внес сумму, соответственно, тем самым приобрел долю имущества именно в водопроводе и скважине. Моя доля имущества 1,607. Эту долю Диана оценивает в 150 тысяч рублей. Жители Сибирской долины давно просят городские власти вмешаться в ситуацию. Взять на баланс бесхозные сети и построить новую скважину. Ведь частники, а в поселке два частных водозабора, продавать свои не собираются. Возможно, в ближайшие годы муниципальные сети и скважина в поселке появятся. По крайней мере, земельный участок под строительство нового водозабора определен, рассказали в администрации Центрального района. А нынешний водопровод поставлен на учет как бесхозяйственный. По городскому плану, как бы у нас в планах это 2023 год. 2023 год из завершения оформления сетей, 22 год, изъятия участка, выходим на проектирование строительства 2023 год. Ну, кроме того, у каждой организации, еще раз повторюсь, есть планы по приведению, как бы, питьевой воды, значит, нормативное состояние. Поэтому они согласованы, утверждены, что это контроль. А это значит, что на нынешних водозаборах тоже должны появиться очистные сооружения, а качество воды возрасти. А уже после строительства муниципальных коммуникаций жители смогут сделать выбор. Продолжить старое сотрудничество с частниками или начать работу с государством. Артем Гусельников, Александр Антропов. День с толком. Жители Новоалтайска, пожалуй, больше других радуются первому снегу. Снежный ковер теперь освещает путь к дому. Без уличного освещения десятки человек живут уже больше месяца. Управляющая компания в этом году установила на крыльце фонари, но они вышли из строя. Как люди пробираются сквозь кромешную тьму, узнавала Валентина Аскерова. Вот у нас забор, как идет, отгородили нас. И вот так вот вдоль, до гаражей мы идем по темноте. Это вот сейчас вечером еще горят окошки, маленько дорогу видно. А утром на свет от окон жители рассчитывать не могут. Соседи спят. Тогда люди берут в руки телефон, фонарь и идут по своим делам. Такие меры спасают их от падений и травм. Свет на Прудской 9-я потух больше месяца назад. Управляющая компания установила фонари, реагирующие на движение. Но те перегорели спустя всего несколько месяцев. И вот там вот гаражи у нас, вот там есть проход у нас, мусорки, вот к мусорке идти. И вот представьте, такая тьма. Мусор я вообще уже перестала выносить. Помимо освещения у подъезда уже который год не горят фонарные столбы. Здесь, говорят, раньше можно было пройти по освещенной дороге. Но путь отрезало местное училище, установив забор. В 19-м году они решили огородиться. Ну мы говорили с этим директором, что вот здесь сделаем калитку. Я к нему, наверное, раз за четыре ходила сама, потом с жильцами ходила. И жильцы ходили. Уперся и нет. Ходим через гаражи, там темно, света нет. Нападали на женщину. Шла, мужики привязались. Ты идешь вечером, если с работы, у меня, например, со зрением плохо. Сейчас будет снег, ну будет светлее, да, будет удобнее ходить. А так ямка оступилась и можно нечаянно что-нибудь сломать. К слову, фонари на крыльце управления компанией Левобережная установила за счет средств капитального ремонта. А сумма там была приличная. В мае месяце в квитанции была сумма, вот у нас, сколько мы нас давали, 621 тысячу. После капремонта, ну, возможно, потому что они истратили деньги. И, получается, с августа уже капремонта нет вообще в квитанции. И все деньги ушли на фонарик? На фонарик. Диспетчер УКАП принимает многочисленные жалобы жильцов, но на этом все освещение не восстанавливают. Депутаты Новоалтайска будут обращаться в краевой парламент, дабы расширить полномочия властей в борьбе с нерадимыми управляющими компаниями. Для того, чтобы именно представитель муниципалитета участвовал в комиссиях жилищной инспекции Алтайского края для выдачи или продрения лицензий управляющим компаниям. Я считаю даже нужным, чтобы именно администрация города штрафовала такие управляющие компании, которые игнорят именно жалобы жителей города. Кстати, жителям темного дома город сделал подарок. Фонарные столбы обещали на днях отремонтировать. А вот заработает ли освещение у подъезда – пока большой вопрос. УКА с ремонтом не торопится. К слову, некоторые жильцы устали жить в темноте и подумывают о переезде. Валентина Аскерова, Дмитрий Денисов. День с толком. Жители Нагорной части Барнаула беспокоятся за свою дорогу, дома и коммуникации. Дело в том, что рядом с их домами стали ездить грузовики со стройматериалами. Поток авто вместе с весом машин разрушает дорогу и угрожает целостности труповодоснабжения. А причина проблем – многострадально ЖК «Парковый». Сезон стройки в Нагорной части. Стучат птицы, стучат люди, а еще пилят, варят, ровняют. То, что рядом растут дома, жильцы санаторного проезда резко почувствовали рано утром. Грузовики один за одним, но людей смущает не шум. Вот они сейчас встали и все. Тот груженый, блин. Этот уже разгрузился. Покрытие Парковой улицы не предназначено для грузовиков. Но именно этот путь стали выбирать строители соседнего ЖК «Парковый» и знаменитого объекта Барнаула Капстроя. Жители говорят, что в последнее время строительство стало активным, поток машин вырос. Ну, это сейчас, да. Вот буквально, сами видели. А вот это вот место, они сейчас его засыпали здесь. Вот. Но дорога лишь одна из бед. Грузовики проседают, уходят в зыбучие пески. Либо смело поворачивают в объезд по детской площадке. Люди боятся за своих детей, а еще за коммуникации. Под опасным участком проходят трубы водоснабжения. И они не рассчитаны на нагрузку в несколько тонн. Одна идет вот сюда и пошла ко мне домой, вот сюда, вот в этот дом. Вот. Вторая теплотрасса, она идет прямо вот, где вот у вас ноги стоят. Вот так вот она идет вот на те дома. То есть она под нами? Да, она прямо вот здесь вот, да. Сколько метров под нами? Метр максимум. У нас частная она идет. Мы-то платим, кто там, в энергетике или кто, не важно. А эта-то линия идет на нас. То есть если вы разорвете ее, кто будет делать? Тут инвалид живет, инвалидка. Там инвалид первой группы живет тоже. Везде здесь, я не знаю, вот порвется, кто что делать будет, не знаю. За те полчаса, что мы здесь работаем, проехало уже машин 20. Каждая весом под несколько десятков тонн. Так и начинает иметь вес опасения жителей за свои коммуникации. Вот опять колья, вот опять. Все поразрыто опять. Это видео Александр снял вечером после нашей съемки. Рытвины образовались за 5-6 часов. Успеют ли крепкие морозы спасти жильцов от коммунальной аварии, непонятно. Получить комментарий от застройщика пока не удалось. Анастасия Драган, Дмитрий Денисов. День с толком. Многие жители России, и в том числе Алтайского края, предпочли провести нерабочую неделю за границей. Кстати, буквально вчера Тайланд начал принимать наших туристов. Напомним, королевство было закрыто для россиян почти полтора года из-за пандемии. Куда еще предпочитают ездить жители региона? И в целом о том, как туризм реанимируется, расскажет Ирина Корчагина. Передаю ей слово. Да, Таиланд наконец-то распахнул свои границы для россиян. Королевство было для нас под запретом с весны прошлого года, в самом начале пандемии. Мне и моим коллегам из редакции тогда удалось запрыгнуть в последний вагон и отдохнуть в Таиланде прямо перед его закрытием. Признаться, время тогда было очень необычное. Так, в конце марта прошлого года в Таиланде ввели комендантский час. Уже после шести вечера туристы должны были находиться только в своих отелях. А кто был в Таиланде, знает, что как раз таки вечером там начинается все самое интересное. Бассейны, игровые площадки на территории отелей были закрыты. Отменили многие экскурсии. Улицы, рестораны, салоны опустили. Леди Бои разошлись по домам. Всем туристам, прилетевшим в Россию и за границей, приходилось две недели провести в самоизоляции. Какая сейчас обстановка в Таиланде, совсем скоро смогут рассказать туристы, которые отправились туда на первом рейсе. Жители Алтайского края пока могут улететь в королевство из Новосибирска. Билеты уже активно разбирают. Таиланд признал прививку спутник Ви. Туристы из России должны быть привиты только спутником. Важно, с момента введения второй прививки должно пройти не менее 14 дней. Но, что самое интересное, хоть Таиланд и открылся для россиян, есть одно «но», которое необходимо учитывать при планировании своего отдыха. По прибытию туристы должны будут пройти ПЦР-тест. Естественно, куда приехать уже с отрицательным ПЦР-тестом. Прожить семь дней в строго определенных гостиницах. Пока режим песочницы еще полностью никто не отменял. То, что уже пускают туристов из России, это уже фактически открытие. Длительный период времени мы вообще не имеем такой возможности. А еще в обязательном порядке за сутки до вылета в Россию туристу необходимо заполнить специальную форму, чтобы уведомить Роспотребнадзор о том, что человек летит на родину. Когда турист возвращается, в течение трех дней необходимо сдать ПЦР-тест, даже ребенку. Иначе грозит штраф до 30 тысяч рублей. Что касается других популярных направлений, сейчас для нас открыты Турция, Доминиканская Республика, Объединенные Арабские Эмираты, Египет. Кстати, Египет открыли для россиян еще летом, спустя шесть лет перерыва. Россия прекратила прямое авиасообщение с Египтом осенью 2015 года после теракта в небе. Речь идет о крушении самолета Когалым-Авиа над Синайским полуостровом. Самолет летел в Санкт-Петербург. На борту находилось более 200 человек, все погибли. И вот сейчас Египет единственная страна, в которую можно улететь прямиком из Барнаула, в частности в Хургаду или Шарм-эль-Шейх. И несмотря на то, что этой осени не было каких-то сумасшедших скидок и спецпредложений, туристы летят и в Египет, и в Турцию, и в Доминикану. Как показывает тенденция осени 2021 года, количество людей, кто хотел бы выехать отдыхать за рубеж, растет. И это говорит о том, что с одной стороны ситуация несколько управляется, с другой стороны, что люди просто уже устали сидеть на одном месте. По-прежнему наших туристов не хочет видеть Европа. Из азиатских направлений пока недоступны Вьетнам, Индонезия, Китай. А вот что касается внутреннего туризма, жители Алтайского края не спешат на ближайшие выходные лететь в Москву, Санкт-Петербург или, например, Казань. Свои корректировки внесли локдаун и риск остаться ни с чем. В наших санаториях и отелях уже с 15 ноября будут заселять только при наличии QR-кода или подтверждение, что вы переболели коронавирусом не более шести месяцев назад. Это касается и пансионатов, любых баз отдыха. Также принимается документ, доказывающий наличие противопоказаний к прививке и отрицательный ПЦР-тест. Он действует 72 часа. В целом сейчас особых потрясений для туризма нет, даже с введением QR-кода. Путешествия за рубеж, путешествия на наши южные направления, Сочи, Крым, они действовали и летом. Поэтому 80-90% людей, которые приходили к нам приобретать путевки на эти направления, они уже были вакцинированы. Люди сейчас начинают понимать, что для того, чтобы жить прежней жизнью, активно путешествовать и где-то передвигаться, им нужно вакцинироваться. Кстати, в Алтайском крае этим летом отдохнули почти 900 тысяч человек. Это на 40% больше, чем в прошлом году, но все еще меньше процентов на 15 по сравнению с 2019-м, допандемийным годом. На этом у меня все. Здоровье, долголетие, бодрость и отличное самочувствие. Краткий ответ на вопрос, почему люди переходят на растительное питание. В начале ноября в мире отмечали Международный день вегана. Почему все больше людей выбирают такой стиль жизни и с какими трудностями они сталкиваются, расскажем далее. Отказ от мяса, рыбы, молока и других продуктов животного происхождения. Веганы живут именно так. Это не диета, а стиль жизни, который основан на особых взаимоотношениях человека и животного мира. Многие веганы выбирают этот путь по этическим причинам. А кто-то вдохновляется своими кумирами, как, например, Даниил. Он веган с 11-летним стажем. Переход на растительную пищу прошел осознанно в 18 лет. Все началось с увлечения панк-роком. В этой среде модно быть вегетарианцем, либо веганом. И я стал вегетарианцем, но довольно быстро понял, что вегетарианство не особо помогает в защите окружающей среды. И оно не снижает спрос на производство животной продукции. Сибирские веганы развенчивают миф, что веганство актуально только для жителей теплых стран. Оказывается, и в России им прекрасно живется. Веганское питание и обычное по стоимости обходятся одинаково. Основной проблемой раньше было малое количество веганских кафе, ресторанов и точек питания. Однако сейчас все меняется. Много ресторана и кафе добавляют в свое меню каких-то вегетарианских, веганских позиций. Делают отдельные даже странички с этим, чтобы не копаться, не искать. Это очень удобно. Плюс есть кафе, рестораны, которые позиционируют себя только на веганской кухне. Их, конечно, мало. Снижение риска рака, диабета, сердечно-сосудистых заболеваний. Такую пользу для здоровья, по мнению специалистов, несет веганское питание. Но не всегда оно действительно может быть полезным. Организм может столкнуться с дефицитом цинка, белка, витамина В12 и железа – одного из главных микроэлементов. Его недостаток может вызвать анемию. Это недостаточная доставка кислорода к органам и тканям. И, соответственно, здесь целый комплекс таких неспецифических симптомов. То есть это и слабость, и быстрая утомляемость, и опять те же самые плохие волосы, плохие ногти, и кожа, и так далее. Как раз вот когда начинаются симптомы анемии, я думаю, вот в этих случаях часто много кто может даже отказываться от своей идеи веганства. Хотя, возможно, это было по достаточно важным причинам. При этом веганский образ жизни набирает популярность. Например, известные бренды все чаще выпускают специальные линейки одежды и обуви. А в интернете появляется все больше веганских рецептов. Но в погоне за модой не стоит забывать и о здоровье. Врачи предупреждают – польза для здоровья от веганской диеты есть. Но прежде чем ступить на веганский путь, лучше все-таки проконсультироваться с врачом или специалистом по питанию. Анастасия Болотина, Вадим Быстревский. День с толком. А на этом у меня все. Телефон наш редакции 205-545. Через несколько секунд о погоде спонсор прогноза – компания «Эвалар». До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok